Грэнд Нэшонал Джо Сойер, Эдвард Гарган и другие Режиссер Джон Джи Блистоун Автор сценария Генри Маккарти и Генри Джонсон При участии Гарри Раскина по рассказам Джеймса Эдварда Гранта Оператор Джек Маккензи Все герои и персонажи этого фильма вымышлены Марти Кевана приглашает всех членов клуба С семьями и друзьями на ежегодную городскую прогулку Катание на лодках, танцы, игры, подарки Бесплатно Значит, Джоэл в больнице Джоэл? Нет, Джоэл Какой Джоэл? Джоэл Грин Не может быть Привет, босс Привет, идем, надо поговорить В чем дело, шеф? Джоэл Грин в больнице Да, я только что ему сказал Да, плохо Если не сказать хуже Тоже мне профессионал Садитесь Больница, соблюдайте тишину Говорю вам, мне нужно позвонить Мистер Грин Мистер Грин, пожалуйста, тише Врач сказал вам, нельзя никому звонить Вы очень больны Послушайте, это важно Один звонок Один Я обещаю соблюдать все предписания Только дайте позвонить Джонни Кейву Только один звонок и все Принеси телефон гомистера Грина Чиновник попал в аварию Джоэл Грин, глава палаты Меры Весов Сегодня попал в автомобильную аварию И был сильно покалечен Палата Меры Весов Да, мистер Грин Нет, мистер Грин Его точно нет Мистер Кейв только что звонил от прокурора Да, мистер Грин Я передам, как только он придет Да, хорошо Берегите себя Не волнуйтесь Вы нашли мистера Кейва? Пожалуйста, ищите, я перезвоню Скажите, где палата Миссис Уолтон? 212, второй этаж Благодарю Где доктор Ричардс? Первый этаж, справа первая дверь Администрация? Да, доктор, она идет к вам Простите Я пришел к Джоэлу Грину Извините, но к мистеру Грину нельзя Передайте ему, что приходил Джонни Кейв Мистер Кейв? А я вас везде ищу Поднимайтесь 612-я палата 612-я, спасибо Надо было ехать другой дорогой Я уверен, Джонни это подстроили Я въезжал на перекресток Неожиданно загорелся желтый свет Я нажал на тормоз Машина передо мной поехала, как только загорелся зеленый Когда это случилось, я запомнил его лицо Один из парней в машине спереди до аварии выглянул в окно Вы его узнали? Он один из банды Кевина Да, всемогущего Кевина Я его не видел, но постараюсь его найти Нет, лучше тебе не ввязываться Не забывай Ты работаешь в палате меры весов Я уже все взвесил Так дело не пойдет В палате нужны улики, а не эмоции Я давно собирался тебе сказать Я хочу, чтобы ты занял мою должность Я? Да Вместо меня Я знаю, я могу на тебя положиться, Джон Спасибо, мистер Грин, приятно слышать Перестань С этих пор держи голову на плечах и кулаки в карманах Ладно Буду хитрым Придется Попалась хищная рыба Мы закинем ему наживку И тогда ему конец Кевина только начало Есть более крупная рыба Кто-то наверху Кто? Откуда я знаю? Вам пора отдохнуть, мистер Грин Я уже ухожу Ну что ж Запомни, Джонни Никогда не распускай свои кулаки Не волнуйтесь Не буду Ничего, скоро вы поправитесь До свидания Пока, Джонни Джен У тебя свидание, детка Когда и с кем? Сегодня с парнем твоей мечты Ты помнишь? Смутно Напомните имя А, Джонни Кейв Конечно Классный парень Так он считает Да, ты без него пропадешь На том же месте В половине первого И не опаздывай Это я-то опаздываю Ради бога, тебе не стыдно? Когда я опаздывала? Это я всегда стою по 20 минут И жду тебя Ладно, ладно, ладно Я повторяю Не опаздывай Накалилась Палата мер и весов Вы все знаете Джоэл Грин сейчас в больнице Вы в курсе? Я не называю имен Кто это сделал За что? Потому что он работал на тех Кто ему доверял И не позволял обманывать домохозяек Конечно, вроде бы немного Одна унца из фунта Или Несколько картофелин из сетки Но надо понимать 40% дохода США Тратится на еду Всего 5% обманутых покупателей За год Эта цифра увеличивается Работы много Есть с чем бороться Парни из другой команды Здорово наживаются Они ребята серьезные Так что те из вас, кто Немного боится за себя Можете уходить Спасибо Вы все молодцы Да Интересное устройство Из последних Вот геря на 2 фунта Вешаем сюда Весит 2 фунта Следите за рукой И покупатель снова обманут Вы будете удивлены Но все магазины мечтают о таком устройстве Деликатный момент Почти каждый мошенник Дает взятку Некоторые чиновники берут взятки Вот вам и ответ Ладно, ребята Колин, Хокс и Бернс Вы пока останьтесь Слушай, Моррис Это наш новый сотрудник Покажи ему все Хорошо Ты опоздал Так и было, я не спорю Я опоздал Знаете, где я был? Я обошел все газеты Чтобы известить их Что вы новый начальник Откуда ты? Ну, я родился на острове Грейп Пласкет На юго-западном берегу Ирландии Но я живу рядом с Бостоном В маленькой деревушке За Фейксбургом Под названием Мил С виду простой покупатель Я сам с ним разберусь Не против, если мы немного пройдемся? Да, да Это здесь На них много жалоб Взвесьте немного клубники Хорошо Почему она? 25 центов Свежая? Свежая уже Ягодка к ягодке Одно лукошко Сейчас В Южной Ирландии тоже собирают клубнику Ни в коем случае нельзя обрезать листья Потому что под ними всегда лучшие ягоды Если их обрезать, не будешь знать, какие ягоды хорошие Очень интересно Только в Ирландии нет клубники Я могу поклясться, я сам видел Не взять ли мне сахара? Доброе утро, сэр Доброе утро Пять фунтов сахара Сейчас Почем он? Восемь центов Вот, держите Что-нибудь еще? Что хочешь на ужин? Не знаю Покупайте, что хотите Я бы взял говядину А я склоняюсь к курице Взвесьте мне курицу на 6 фунтов Хорошо Это как раз 6 фунтов Завернуть? Дай посмотрю Кусочки стали Взвесим потом Подержи Сэр, что вы делаете? Мистер Игги, мистер Игги Как мило Только это совсем не игрушки Неплохо, неплохо Что там такое? Как вам это? Не понимаю, откуда это взялось Мне тоже очень интересно Дай сюда сахар 4 фунта с четвертью Я брал 5 Не понимаю Сейчас поймете Клубнику У вас лишние лукошки? Хотите получить 50 бакс? Не тратьте зря За такое меня посадят Держи ее, это улика Я ее не отпущу А ну отдай Дай сюда Стой, погоди Отдай Вот все, что осталось В первый и последний раз На, держи крепко Еще одно движение И тебе конец Идем Идем Въезд Заправится? Пять Да, сэр Вы слышали о великанах в Казве? Ирландские великаны такие большие, что могли стоять на вершине горы и бросаться друг в друга холмами А потом еще есть лепреконы Маленькие люди размером с палец Повсюду в Ирландии Бабушка рассказывала мне про дьявола С одним большим коленом и одним маленьким Видел такого? Тысячу раз Ясно Девяносто три цента Это рабочая машина, мне нужен чек Ладно На этом все, у меня свидание Отведите ее в кафе Эко Там Нет, 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 сегодня мы идем праздновать в Риц Так что нет Ясно Сколько у тебя там? Она пустая Я всегда вожу ее с собой Куда вмещается ровно пять галлонов Последняя капля Здесь четыре галлона Спасибо Тебя предупреждали прошлым летом Сейчас посчитаем Постой, послушай Давай договоримся и разойдемся по-хорошему Слушай, я дам 20 баксов Прибереги их для штрафа Положи канистру в машину Черт Ах ты Вы сломали руку? Да нет Убери ее Дженет Нужен чек на тысячу долларов для Миднайт Отправь его с водителя Спасибо еще раз, мистер Кеннинг Не за что, пожалуйста До свидания, мистер Марин Мистер Кеннинг Ничего, если я пойду на свидание после обеда? Иди Нет, нет Отправь это Спасибо, сэр Сэр Джонни Кейв, дорогой, ты опоздал на пять минут Тебе повезло Другие ждут меня вечно Вот и отправляйся к тем другим Я совершенно не против Мой друг попал в аварию Он в больнице, весь в железках и в гипсе А ты в этой шляпе А при чем здесь моя шляпа? Она меня смущает Тебя смущает? Да, будто она на мне А мне нравится Куда едем? Мы едем в Ритц Мы не едем в Ритц, это нам не по карману Дорогая, это особый день Нет, мы не поедем в Ритц Как ты разговариваешь с начальником? Мы не едем в Ритц Хотя бы раз, делаем так, как я хочу Едем в Ритц Шпинат Фасоль Здорово Начальник палаты меры весов Толкает под нос Ты не взял шпинат? А зачем он? Еще шпинат, пожалуйста Как так можно с начальником? Сэр, не съедите шпинат за чиновника? Что ты там бормочешь? Котлету Джоэл Грин в больнице Нет Да, попал в аварию Какой ужас, а что с ним? Упрятан в больнице на несколько недель Надо передать ему что-нибудь Так ты вместо него? Да Почему ты мне не сказал? Хотел сделать сюрприз Желе Два Не надо, мне пирог Не надо, пирог Желе Не надо, пирог Конечно, можно пойти в Ритц Но здесь намного лучше Дружеская Так сказать, атмосфера Я положила твои деньги в банк Да? У меня есть сюрприз Кольцо на свадьбу Простое золотое, но очень миленькое Мне нравится с бриллиантом, чтобы он сиял Знаю Ночью спальню до самой кухни Нам это не по карману Так что... Раз ты сама все решаешь То когда мы поженимся? Об этом я тоже подумала Скажем Через три недели Через три недели? Зарплата выдастся Подойдет Скажи, ты рад, Джонни? Мы можем обставить маленькую квартирку В рассрочку, но зато... В рассрочку? Это грабеж А что для тебя не грабеж? Кругом одни жулики и бандиты Ты не веришь в благотворительность В поддержку людей Ты даже не веришь таким, как мистер Кеннинг Я знаю только то, что он твой босс Джонни, ты неисправим А если я скажу, что Джоэл Грин нечестный человек? А я скажу, что ты спятила? Честнее его нет Точно так же я думаю про мистера Кеннинга Я работаю на него много лет Я работала с ним еще до того, как он взял меня секретарем Я знаю, что... Все, 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 все Я тебя люблю Я тебя тоже Мистер Хейли Да, мэм Мне нужно записать ваши личные данные Пожалуйста Вы женаты? Нет Есть дети? Ну, конечно Да, то есть нет Вам дать мой телефон? У меня есть ваш телефон? У вас есть Мистер Хейли Скажите, вы не собираетесь идти в библиотеку? Ну, если вы идете Знаете, я живу на 191 улице и... Это хорошо, я живу совсем рядом Отлично Передадите мой абонемент? Конечно Хейли Красивая фамилия Такая звучная Вы знаете историю моей фамилии? Увы, нет Был такой Шарль О'Мэн Король всего Запада Он был первым Хейли Сам король Ирландии был из Хейли Знаете, я первый сын первого сына первого сына И так 600 лет до самого... Хэлли О'Лэси Да 6-10, за переработку не платим Что ж, тогда до завтра И вовремя Я никогда не опаздываю Только... До свидания, Эл Не работай так много, Джонни Я всегда говорю, парень несчастлив, если он не любит работу Единственный способ наслаждаться работой, мало работать Конечно, если тебе есть что делать, то нельзя откладывать В этом случае нужно бросать работать, потому что... До свидания, Эл, счастливо До свидания, Хейзел До свидания Давай, счастливо Не волнуйся за нее, она все знает Конечно А ты перестанешь болтать безумку? Идем Идем Это вы, Джонни Кейв? Да Я Марти Кевина Из окружной налоговой Есть о чем поговорить У нас много общего Проходите, мистер Кевина Для тебя просто Марти, Джонни Что вам угодно? Ничего, сынок, ничего Присаживайся Спасибо Я пришел, чтобы сделать кое-что для тебя Не хочешь вступить в мой клуб? Нам нужны такие парни, как ты Нет, спасибо Я не думаю, что мое место в политическом клубе Ну Перед тобой открываются отличные возможности Когда-нибудь можешь занять мою должность? Мне не в чем пойти А мы тебе поможем приодеться Как мило Кейв Мой друг уважает тебя Он высокого о тебе мнения Да, хорошо Присаживайтесь Он очень просил меня тебе помочь Хочешь стать заместителем и 200 в месяц? И это только начало, понимаешь? Слушай Ты можешь... Минутку Что вам нужно? Что ж, я объясню Знаешь, Игги из магазина Paradise Хотите заметь дело? Правильно, сынок Помоги нам и получишь свой кусок пирога Нет, спасибо Я не могу В этом нет ничего такого Так и будешь ходить в дешевке Слушай Все это не так важно Бакалейщик или мясник Обвесит на 2-3 цента больше, чем положено И что? Что? Это не такая сумма Смотри Я тебе объясню Есть мелочи? А что? Не важно Дай сюда Три пенни Я докажу, что они ничего не стоят Видел? Ты потерял три пенни Не так много, верно? Ну, не знаю Сейчас я объясню Видите? Вы потеряли шляпу Не так много, верно? Слушай, Джонни Либо ты с нами, либо нет Или вы поступите со мной Как с Джоэл Эмгрином? Успокойся Слушайте Меня так просто не запугаешь Так что убирайся из моего кабинета Ты зря потратил время Кевена Только рыпнись И тебе конец Не получилось, ребят Он не понял Успокойся Фред? Подвинься Куда это вы собрались? Нам по пути Нет, это ему с нами по пути Верно Чего мы ждем? Давайте Начинайте же Мы просто сидим и думаем И ты тоже подумай Решил покончить с собой А вы что, против? Не волнуйся Они едут мимо Гонятся за каким-то преступником Уже одиннадцать Давай уходим Что за мешок на тебе? Надень лучше это Зачем? Надевай Кто за вами стоит, ребята? Маленький мальчик Черненький попрыгунчик Садись Что случилось? Какой-то пьяница С чего вы взяли? Вы что, не видите? Он весь избит Он не пьян Его переехали Да Да Держите его, он падает Держите Слушайте, а может быть он умер? Какой-то рыжий Снял с вас пальто Дал вам это И вы заснули? В кармане нашли пистолет Ну же, скажи что-нибудь Что вы хотите услышать? Меня подставили Они надели на меня это пальто И бросили на обочину дороги Ты повторил это четырнадцать раз И повторю еще Подожди, не спеши Приведи потерпевшего Привет, Джонни Что ты здесь делаешь? Он ваш Так это он меня ограбил? Да Да нет, Джон мой друг Как дела, Джонни? Что? Это же Джонни Кейв Глава палаты меры весов А как же ваше пальто? Зачем арестовывать парня За такую мелочь? И потом Это не то пальто Мое было совсем другого цвета А пистолет? У него есть разрешение, да, Джонни? Не носи такие пальто, Джонни В них вечно попадаешь в беду Теперь-то ты знаешь Я вспомнил про парня Который сбежал со свадьбы Ударил невесту в челюсть Потом сказал ей Это не за что Впредь будь осторожна Тебе лучше? Уже да Правда? Да Я рада Это лучше, чем аспирин А знаешь, Джонни, ты сам виноват Почему? Потому что ты всегда нападаешь Ты же не думаешь, что это кому-то понравится или не понравится Ты просто агрессивный Ты ирландец А при чем тут это? Я ничего такого не сказала Нет, сказала Неправда Вот ты уже нападаешь С тобой нельзя по-хорошему Я тебе скажу кое-что, Джонни Ты только послушай Вот что Все, 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 все Все Я тебя люблю Я тебя тоже Обратите внимание, какое прекрасное кресло Дорогая Через пять минут меня ждут у мэра Выбери сама И подбери мне пуфик для ног Пока Пока Что у вас есть для ног? Стульчик Да Мне звонил мэр Я Кейф Мистер Кейф Простите, но его честь задержали дела Подождите? Нет времени Мне нужно срочно позвонить Мистер Кейф Его честь очень хочет вас видеть Подождите, пожалуйста Его честь хочет с вами познакомиться Он даже подготовил речь И кто ее написал? Мистер Кейф Звонил мистер Кейнинг Советует уволить немедленно заведующую детского дома Добрый день, Ваша честь Добрый день, девочки Спасибо Спасибо Вас ждет мистер Кейф Отлично Прошу не беспокоить, Эллен Мистер Кейф Рад вас видеть Хорошие новости для вас Мистер Кейф Поздравляю вас с вашим назначением С тех пор, как вы возглавили палату Ваше имя стало синонимом к слову «честность» Спасибо Количество арестов увеличилось на 53% Я бы сказал, что вы неутомимы Прекрасно Колоссально Верно Мы решили вас наградить Мы хотим вас назначить следователем налоговой инспекции Ваша зарплата почти удвоится Очень мило, Ваше честное Как человек старше вас и посвятивший свою жизнь в службе обществу Советую вам согласиться Нам очень нужны такие люди, как вы, в налоговой, мистер Кейф Часто говорят, что... Отстраняйте от должности Шутите, мистер Кейф Нет, это повышение Ваша честь, я очень благодарен вам за предложение Но я не могу принять его сейчас Но мы не можем ждать Да, с вами не схитришь А что ж, ладно Слушайте Я не уйду с должности И ничего не выйдет Я знаю, что есть и другие организации Передайте, что им меня не убрать Что за намеки, мистер Кейф? Я вас не понимаю Все вы поняли Передайте мистеру Марти Кевана или кому там еще Что я так сказал Вы считаете, что мистер Кевана говорит мне, что делать? А как вы думаете? Соедините меня с Кеннингом Да? Этот идиот создает проблемы Он очень опасен Это надо пресечь Хорошо Мы все сделаем Как насчет 18 дырок к утру? Да То, что меня хотят уволить Повергает меня в шок Знаете, это так неприятно Я проработала столько лет Да Боюсь, вы кому-то очень помешали Миссис Абелби Но, мистер Кейф, нас обманули Понимаете, долгое время мы получали доставки продовольствия с недостачей Вот здесь все, что вы просили Весь список доставляемой продукции Вот здесь Хорошо Это все, Джон Я поехал дальше Ну, давай Эй, ты чего это? Успокойся Я просто хочу проверить Что-то не сходится, миссис Абелби Между доставкой и заказом есть разница Где-то в 50% Да, как обычно А ну, стой Подпиши здесь Ничего не буду подписывать Не подпишешь, сядешь за решетку На И вы тоже подпишите Ты что, неграмотный? Привет, милая Джонни, что ты здесь делаешь? Вот, решил зайти Тоже мне придумал Просто я влюблен Я соскучился Как твой визит к мэру? Предложил мне работу Хорошую? Косслужба, большая зарплата Господи, Джонни, как здорово Ну, не знаю Джонни, Кейф, не отказывайся от такой возможности Это же такой шанс Подумай о карьере До свидания, мистер Кеннинг Боже, Кейф, надо же Просто невероятно Как ты здесь оказался? Рад тебя видеть, Пит А ты поправился? Да, уж дела идут Так что все хорошо Знаешь, я продал свои мемуары Стокман добавил пару строк Написали, как они нас обвели, мошенники А что ты здесь делаешь? Пришел за паспортом Еду в Англию, навещу маму Попью чай, поохочусь на лис Зачем им эти лисы? Это вроде спорта Нет, не хочу Я больше не спортсмен, я джентльмен У меня есть три миллиона наличными В надежном месте Лежат в банке А при чем здесь Кеннинг? Он твой букмекер? Букмекер? За кого ты меня принимаешь? Он помог тебе с паспортом Да, Кеннинг все устроил Как мило Мило, такие деньги вот так ни за что Слушай Если я захочу перевести маме коробку с деньгами Они сопроводят меня, ну ты понимаешь Не знал, что Кеннинг этим занимается Это же незаконно Только не для него Ты должен верить, Пит Кругом одни филантропы Только не он А ты чего здесь? Любовь Его секретарь, моя девушка Мы поженимся Поздравляю, везунчик Спасибо Джанет, знакомься, мой друг Пит Райли Пишет мемуары Здравствуйте Прекрасная девушка Рад познакомиться Он отличный парень Это так Приходите, у меня сегодня вечеринка Я на сороковой В клетке с дворецкими Приходите, здорово, повеселимся Будет полно гостей Я произнесу речь С радостью А ты милая? Спасибо, мистер Райли Мы придем Хорошо В 9.30 Пока, старина Да, кстати, я жду чек на тысячу долларов Пока Он уже выступал на радио На радио, правда? Он сказал О, боже Я рад, что выиграл Через секунду после боя Я рада, что ты больше не судья Слушай, Джанет Насчет твоей работы Стой Сделай кое-что для меня Ладно, а что нужно? Если я докажу тебе, что этот твой босс не такой уж ангелочек Ты будешь для меня подслушивать? Джонни Как ты только можешь? Что? Мистер Кеннинг Это мистер Кейф Кейф из палаты Меры Весов? Да Рад познакомиться Спасибо Зайдете? Да, спасибо Я вижу, вы куда-то собирались Неважно Нам надо поговорить Садитесь Спасибо Мы с мэром вчера играли в гольф Он сказал Вы повели себя странно Правда? Да Он пообещал другу, что нашел ему человека Пришлось его огорчить Очень жаль, что я испортил его планы Вы совершаете большую ошибку Я опытный человек Послушайтесь моего совета Конечно, вам решать Но Надеюсь, вы не откажетесь от этого предложения Это хороший шанс, мистер Кейф Поверьте Вам открыли дверь, скажем так К большим перспективам Что скажете? Советуете согласиться? Конечно У вас есть опыт работы с бумагами? Стойте Дайте я сам Спасибо вам, мистер Кейнг За доброту и щедрость Наслышан об этом Нет, спасибо Соедините с Мёрфи Мёрфи? Джонни Кейф, Палата Мира Весов У меня есть история для статьи Что? Пиши заголовок Кейнг затаил дыхание И все разинули рты Собирает пожертвования И оставляет тебе Пошли, копию стадии мне в офис Как ты смеешь Мне пора, мистер Кейнг У меня встреча Ты ещё пожалеешь, что на свет родился Твоё место в тюрьме Вор Как ты смеешь такое говорить? Окружной прокурор меня поддержит Опять как же нет? Всё, хватит Я пришлю вам газету Пока Мне так жаль, мистер Кейнг Не стоит Это его надо пожалеть Если он будет шантажировать меня статьёй Я... Нет Что ж, ладно Он полетит с этой должности Ему повезёт, если его не посадят Джонни, ты не прав, говорю тебе Ты не знаешь мистера Кейнга Он хороший человек Взять хотя бы меня Он был так добр Дал мне эту работу Он мне как отец Нет, Джонни, ты ошибаешься Не делай ничего, что я не смогу тебе простить Тебе не за что меня прощать Я знаю, что делаю Статья готова? А то В печать Спасибо, мистер Кейнг Джонни, я твой должник Кейнга обвиняют во взяточничестве Жертвы мошенничества Кейнгу вынесли обвинение Филантропа обвинили в мошенничестве Палата Мировесов Говорят из офиса прокурора Попросите Джона Кейва Предоставить все улики по делу Кейнга Одну минутку Мистер Кейв, это прокурор Просит улики по делу Кейнга Мне отослать бумагу? Я сам ему занесу через пару минут Мистер Кейв принесет их сам через две минуты Спасибо Если меня спросят, я скоро вернусь Хорошо, мистер Кейв Как ты, приятель? Подвернул ногу Помоги Сейчас Подожди Мистер Кейв Мистер Кейв Мистер Кейв Мистер Кейв Алло Да Молодец, Бертон Привези их сейчас ко мне Это еще не все, мистер Кейнинг Я не согласен Они не стоят 500 долларов Я хочу больше Скажем, примерно Пять кусков Пять кусков? Ты теряешь столько перспектив Ты понимаешь, кто я? Так что давай, не выдумывай Да И какие же? Подстраивать несчастные случаи? Лучше я прокурору скажу, где бумаги Нет 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 Мне это не нужно, мистер Кейнинг Пять кусков Или я отправлю бумаги Кому-нибудь еще Что? Нет такого? Я описал его как мог Я не могу быстрее Голова трещит До сих пор Так что давай Ты полицейский или кто? Просмотри все фотографии, что есть Да Спасибо Пока В такой момент ты в этой шляпе Городской чиновник обвиняется в шантаже Кэнинг требует суда над Джоном Кейвом Это плохо Хуже некуда Вот Что это? Твоя карта со сбережениями Она и твоя? Больше нет Милая, ты же не хочешь Все кончено Прощай Послушай, ты уже... Я видела газеты, довольна Все бесполезно Ты меня ранил Я просила тебя не делать этого Но ты не послушал, как всегда Ты невеже упрямец Мы не будем вместе счастливы Я люблю тебя Но я переживу А ты... Все кончено Не хочу тебя больше видеть Нет А может, этот? Нет Он тоже крупный Вот он, Пэт Я уверен Джо Бертон Элиас Белтон Элиас Билтвордс Бывший рестлер Четыре срока Да, у него тяжелая рука Найди его, ладно, Пэт? Сколько ждать? Надо найти Чарли, Джо, пару осведомителей и машину Это займет 20 минут Чарли? Слушай У вас на меня ничего нет И вы это знаете Вам бы только меня засадить Вам это так не сойдет Ты о чем это, Джо? Да, давай Один звонок и меня освободят через 5 минут Не спеши Еще будет время позвонить Ты напал на этого человека сегодня и украл бумаги Доздался он мне Тихо, Джонни Не будет говорить, просидит здесь до Рождества Шесть билетов от Марти Кевана Вечеринка для политического клуба Марти твой друг? Да, а что? Ничего Майк, отведи его пока вниз Он устал, пусть отдохнет Вы не можете меня здесь держать, у меня важная встреча Майк, по пути вниз расскажи мистеру Бертону наши порядки Боюсь, он все позабыл Иди Слышал, как запел соловей? Да, я заметил Но мы знаем, где он живет, надо там посмотреть Придется Тут был еще ключ Посмотри Наверное, ковырял им в зубах Спасибо, Пэт Джонни, я все проверю, может, что найду Не ври Я знаю, тебя ждет подушка Удачи Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Они не говорят, в чем дело, вели им сейчас же отпустить Бертона Я постараюсь Не надо стараться, сделай это Ладно Манджи, соедини меня с капитаном Халмаром У них на него ничего нет Бертона отпустили приказ сверху Ничего Мне нужен не он, а бумаги Не у Бертона? Конечно, поэтому он им и нужен Верно Но я с ним еще не закончил, он свое получит Я знаю, куда он собирается Он пойдет на вечеринку к Питту Райли Бертон пойдет к Райли? Да, он приглашен Ясно Я сам туда еще успеваю Ну, я пошел Будь осторожен Он опасен Это мы еще посмотрим Такая красивая девушка должна танцевать, а не украшать стену Спасибо, я жду мистера Паркера Он сейчас вернется Присаживайтесь Спасибо Скажи, что у тебя с моим другом? Мистер Райли, я не хочу об этом говорить Сижу себе, никого не трогаю Ясно Так не годится Это моя вечеринка Я хочу, чтобы все были счастливы Особенно Джонни Если вы не против, оставим эту тему И потом, вы не понимаете Нет, это вы не понимаете Вы из-за газет Этим парням конец Видите того пижона? И вот по середине пути Гиппопотам был здесь А лепрекон тут Здесь стоит тигр И прямо напротив меня Превущий лев Да Ситуация была не из легких А что дальше? Что дальше? Меня прикончили Здравствуйте, мистер Кеннинг Вот не ожидал Но ты же сам дал мне приглашение Да, но вы такой редкий гость Идёмте, я вам представлю Не стоит, я сам Ладно, идите потанцуете А я пойду Если хотите выпить, там дворецкий Ладно? Ладно Можно тебя на минутку? Конечно Это мой банкир, милая Пока, веселись Прости, больно? Ничего, платье зацепилось Всё нормально? Да Не провалось? Нет Хорошо Здравствуйте, мистер Кеннинг Джоанет Знакомьтесь, мистер Паркер Мой босс, мистер Кеннинг Здравствуйте, мистер Паркер Вы в очень хорошей компании Это верно, сэр Спасибо Простите Минутку Стой А куда делась эта гора мускулов? Ты про парня, из-за которого наступил мне на ногу? Да Где он? Не знаю Не запугивай меня, Кеннинг Пять кусков или ничего, и точка Значит так Да На что мне пришлось ради этого пойти? Ты что думаешь, я принёс пять тысяч в кармане? Не страшно Я возьму чек Если нет наличности А я дам ключ от квартиры Так заключают сделки джентльмены Я могу взять и чек Мне? Куда же он пропал? Кто? Я отойду, Хэзи Ладно, только ненадолго Да, я вернусь Я выйду первым Прошу прощения Да, я не знаю Прошу прощения все это ерунда нашли из-за чего спорить вот тони совершенно прав так ты ударишь его прямо в живот я сам видел такое не раз могу показать в замедленном варианте вот смотри что за старый пик джонни я рассказывал им про старые времена ты бы видел меня в тот вечер старина вот это был бой скажи а что случилось я так и не знаю не но отойди направо а я дам левый в живот нет нет только не левый небось джонни он был слева я справа я тебе покажу я сюда ты левой и он пропустил удар правой отойдите ему нужен воздух принесите воды где вода давай вставай вставай сюда сюда быстро налейте ему виски и мне ладно оставляю его на тебя объясни ему все пока кто это сделал тише ты это сделал пять тысяч долларов эбел кеннинг такое случается ал дорогой да подойди сюда пожалуйста конечно бегу уже иду извините ты зря времени не терял они не сравнятся с тобой хейзл мой папа всегда говорил нужно все знать про пшеницу чтобы оценить розу пойдем-ка из этого сада удели мне внимание да 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 я просто хотел сказать эл иди сюда прости нас слушай следи за бёртаном пока я не вернусь я иду к нему в квартиру давай потом все объясню я отойду конечно прошу прощения вы же друг джонни кейн и горжусь этим а вы его невеста ну надеюсь что да что вы мы за вас не стоит сомневаться он ушел домой нет снова ищет проблемы у него встреча с мистером кеннингом в квартире мистера бёртона вспомнил мне надо следить за мистером бёртоном простите пустите ты спятил успокойся помогите отпустите меня меня ограбили обманули джонни хочет чтобы мистер бёртон пошел со мной мистер райли это очень важно тебе заплатили чтобы ты меня убил тихо не надо пусть остается сядь не порт мне вечеринку я хочу чтобы ты веселился что ж ладно ребята забудем о нём и выпьем быстро алло полиция соедините меня с мистером хеллманом ну капитаном хеллманом невеста джонни кейва это здесь кеннинг только тихо нам свидетели не нужны вот этот шкаф дай мне стул встань у двери и встань у и и и и Мистер Каев, полагаю Палата меры весов Да, глава палаты А что, если найдут здесь твой окоченевший труп? Застрелен при попытке ограбления Кишка танка, ничего не выйдет, Кевана Да нет, я справлюсь Позаботься о нем, а я сожгу бумаги Что, сбежали с вечеринки? Марти И без разрешения Майк придется арестовать мистера Кевана Боюсь, что да На лоре и шапка горит Все в порядке, Джонни? Да Края вгорели, но текст не тронут Придется вас арестовать за... Что там, Джонни? За попытку поджога Да, пока что так Вы не можете, я ухожу Нет, не честно по отношению к мистеру Бертону Пусть заплатит за звонок Я послал за ним человека Посидите с ним вместе, может Пит Райли пришлет бутерброды Отведи мистера Кеннинга, Майк Только не обижай его Что ж Ладно, идем, Марти Стой, минутку Выпусти меня Открой дверь, Джонни Сейчас будет самое интересное Не трогай меня, я под арестом Да ты что? Давай, Джонни, открывай Открой дверь Нельзя бить арестованного Не порт чужое имущество Отопредверили, я взломаю ее Сейчас Когда я покурю? Джонни, ты же не потратил все сбережения? Нет, конечно нет Вот, убери, все в сохранности На что ты купил кольцо? Взял и купил Но как? В рассрочку Ты же говорил Знаю, знаю, знаю Это грабеж Джонни Ты такой милый Я тебя люблю Обратите внимание Какое прекрасное креслице Играет музыка Субтитры создавал DimaTorzok